Приветствую вас, дорогие друзья! И сегодня у нас особенное интервью. Некоторое время назад я записал каст под названием «4. Двери к остаточному доходу». И если вы еще его не смотрели, то внизу под этим видео есть ссылка, по которой вы можете его посмотреть. И мне буквально вчера пришла идея, я вот сразу начал ее реализовывать, записать серию интервью на тему остаточного дохода. И взять эти интервью у людей, которые реально вошли в 4 двери. И так сложилось, что как раз сейчас мы путешествуем по Юго-Восточной Азии и в данный момент находимся в Бирме, в волшебном городе Баган, с замечательной парой Константин Харченко и Екатерина Исаева. Мои коллеги, мои друзья и очень-очень интересные сетевики. И насколько я знаю их историю, они как раз прошли нелегкий путь, открыли все 4 двери, и сегодня я их попытаю на тему того, как они это сделали. Первая дверь – это психологические аспекты. Как устранить в себе ментальность первого квадрата Киесаки, второго квадрата Киесаки и перейти от зарабатывания денег, от увеличения дохода именно к остаточному доходу. И мы говорили о том, что остаточный доход – это не столько про деньги, это про соотношение времени и денег. В какой-то момент ребята задумались, что офисы, которые у них есть в городе, мероприятия во внешней реальности, которые они проводят, сжирают очень много времени. И вот я хотел спросить как раз, как это произошло, и долгим ли был путь от того момента, когда вы это осознали, того момента, когда вы уже вышли на свободу, вышли в третий квадрат Киесаки. И многим ли вам пришлось пожертвовать на этом пути? Всем привет! Привет! Ну, по времени получилось 10 лет, даже чуть больше 10 лет. Мы работали, наверное, очень активно. Нет, я перебью, но 10 лет вы в сумме выстраивали свой бизнес, но вот в какой-то момент у вас внутри произошло... Нет, в сумме больше. В сумме даже больше, да? Я имею в виду, что 10 лет мы именно работали на бизнес. Ну, да. С офисами, постоянная работа. Это та классическая схема, которую, наверное, проходит любой сетевик. И мы даже не думали о том, когда мы будем останавливаться. Хотя, если честно, когда я первый раз познакомился с сетевым маркетингом, эта идея, вот, остаточного дохода, она мне очень понравилась. Мне хотелось, и потом я вспоминал, что это примерно 35 лет, мне хотелось выйти на пенсию, да, и жить уже так, чтобы не думать о том, как зарабатывать деньги, а думать о том, как тратить их. И что же произошло, вот в какой момент прозвучал вот этот щелчок, и что вы начали делать? Ну, по своим ощущениям, вот так вот я вспоминаю о том, что, наверное, захотелось разнообразия. То есть для меня это одна из ценностей разнообразия жизни, да, и поэтому вот в городе, я не думала, что это будет в виде путешествия, я просто переехать хотела в какой-нибудь или город, там, или даже за границу, именно квартиру сменить, место жительства, да, или побольше, потому что мы живем в маленьком городке, и хотелось побольше. Именно вот разнообразие, вот именно место, население, каких-то видов. Хотя мы путешествовали в то время, да, там, по 2-3 раза в год, по 2 недели, как стандартно, но этого не хватало, хотелось больше разнообразия. Это вот мое, и поэтому я согласилась на предложение, Константина. Ну да, на самом деле мы очень любим путешествовать, и вот если взять калаш мечты, которые мы делали, да, периодически, то там всегда были очень много разных стран, и когда вот мы начали задумываться о том, действительно, что для нас ценно, мы посмотрели на калаши, посмотрели, что 80% занимает вот что-то такое вот где-то не в России. И начался вот процесс, опять же, мы увидели, как Дмитрий с Макойсом путешествуют, и нам очень эта идея просто понравилась, она стала где-то близка, мы ее так вот почувствовали, что вот именно то, что нам сегодня хочется. Ну вот это подтверждает мою идею, что путешествие – это своего рода тренажер свободы, катализатор свободы и репетиция свободы. Для многих сетевиков желание свободных путешествий является тем двигателем, который приводит их в третий квадрат Киесаки. Ну а теперь расскажите, пожалуйста, что вы начали делать, и вот вернемся к вопросу о жертвах. Чем пришлось пожертвовать на пути превращения дохода в остаточный доход, на пути обретения свободы? Ну, за свободу чем-то приходится платить. Да, это на самом деле была такая серьезная ломка, можно сказать, потому что, если говорить конкретно, то даже отношениями некоторым пришлось пожертвовать, потому что люди привыкли, что ты каждый день в городе, ты постоянно на связи, я имею в виду в бизнесе, да, и когда ты уезжаешь надолго, для некоторых это было просто, как Костя нас бросил. То есть это было вообще на уровне такого, а что ты вот через месяц не приедешь и не будешь дальше все это делать. И еще технически для меня, наверное, было сложно, потому что у меня был офис, который 10 лет я нарабатывал. Там были определенные отношения, опять же, там была структура бизнеса, там был маркетинг свой, реклама и все прочее. И когда ты уезжаешь надолго, естественно, там уже это все будет по-другому, и я понимал, что либо он совсем закроется, либо как-то он что-то вперед в другое, для меня это было, наверное, страшно, это бросать, потому что это такое дело долгого времени. Но все-таки ценность свободы, она перевесила, и мы начали постепенно-постепенно начали перестраивать отношения так, чтобы они становились больше дистанционными и благодаря интернету отстал очень-то, возможно. Ну, а с моей стороны, с женской, да, именно жертва, это комфорт мне. Потому что мне казалось, я раньше выезжала, например, на две недели с двумя чемоданами, там, с туфлями, это без прически, там, куда-то выйти. Это было, конечно, некомфортно, и нужно было ехать, и Костя за меня тоже беспокоился. Поэтому первые наши страны у нас были в отелях, мы снимали, мы боялись как-то вот выйти в какой-то гест найти, или там маленькие домики отдельные. Поэтому для меня был вот важен комфорт, как это я поеду, а там неизвестно, что и как будет. Без бигудей, без фена, да. Да, да. Что есть там будут в нашей стране. Да, вот, но потом зато приобрела другое. То есть и здесь ведь я уже научилась, ну, приспосабливаться, можно так сказать, вот к этой окружающей среде, этому комфорту. Ну, здесь совершенно другой комфорт, и можно, в общем-то, все наладить, все это иметь. Ну, если то, что касается бизнеса, то на самом деле мы понимали, что, в принципе, возможно уменьшение дохода, да, возможно просадка в бизнесе, потому что это, опять же, новые отношения, и, естественно, будет какое-то вот уменьшение. Как бы мы были морально к этому готовы, мы решили, что все равно, что будет, как это получится, но, с другой стороны, мы посмотрим, как диагностику, что будет с нашим бизнесом. Угу. И что же произошло с вашим бизнесом? Ну, во-первых, отношение интересное у людей получилось. Кто-то стал себя больше проявлять, то есть, видимо, кому-то нужно было больше свободы, и вот она у людей появилась, а кто-то стал постепенно уменьшать свою активность деловую, то есть для кого-то было важно именно наше присутствие, то есть поддержка постоянная такая на таком короткой дистанции. И вот бизнес как бы немножко трансформировался, он стал более такой, ну, самостоятельный, наверное. Угу. Потому что, конечно, многие люди приходили именно на нас, да, то есть некоторые приходят на компанию, а кто-то вот приходит на лидеров, и было много людей, которые пришли на нас, они ради этого здесь и были. И поэтому некоторые прям говорили, я уйду, если ты уедешь, да, если не будешь в офисе, ну, и, конечно же, поэтому они ушли, и понизилась активность, ну, зато проявились очень сильные новые лидеры, пришли и взяли на себя ответственность. Ну, вы же продолжаете поддерживать их через интернет, выстраивать отношения? Ну, опять же, не все готовы работать через интернет, и даже скажу, что большая часть, наверное, нашей структуры, она не работает через интернет. Естественно, мы старались их как-то туда, вытащить, да, туда их привлечь, но мы не можем, как бы, да, здесь управлять людьми, мы им предложили, но они сказали, что мы будем работать так, как мы работали раньше, поэтому мы поддерживаем их дистанционно, но это, опять же, насколько они к этому готовы. В основном это новые люди, которые приходят уже через интернет, и им, естественно, проще уже дальше продолжать на такие же отношения дистанционные. То есть, по сути дела, ваш бизнес трансформировался, как бы произошла смена парадигмы, смена технологий, и вы, ну, сколько времени это заняло, год-два? Ну, подготовка примерно шла год к этому, да, была постепенно, пока мы еще были в городе, и вот первый год, когда мы путешествовали уже вот 7 месяцев, и вот за это время, да, мы уже выстраивали конкретно, по факту, как это все происходило. Отлично. Ну, теперь можно перейти ко второй двери, и вторая дверь относится к маркетинг-плану. Разные маркетинг-планы по-разному поддерживают или не поддерживают тему остаточного дохода. В некоторых маркетинг-планах нужно постоянно прикладывать какие-то усилия, другие маркетинг-планы более дружественные, и уже на нескольких лидерских группах можно, ну, не то что расслабиться, но, по крайней мере, говорить о том, что вы обладаете остаточным доходом, доходом, от которого можно несколько или иногда существенно отойти. Вот как в вашем случае, как вы оцениваете ваш маркетинг-план, и сколько у вас сейчас лидерских групп в организации? Ну, да, у нас классический такой маркетинг-план с отделением, так называемым, да, когда новый лидер, и у нас это на уровне директор, они самостоятельно уже строят свой бизнес, и мы получаем просто, так скажем, директорский процент, да, комиссионный. И, как бы, задача вырастить этих лидеров, причем, опять же, когда я начинал с отделом маркетинга, я читал классические книжки про то, что нужно там копать в глубину, и для меня это не только вот первый уровень, да, я считаю лидером, это тот человек, который где-то в глубине проявился, может быть, он там в третьем-четвертом поколении, и главное, что это человек самостоятельный, и он, его не нужно мотивировать, его не нужно подгонять, и наш маркетинг-план действительно позволяет, по мере того, что когда появляется лидер, больше уже с этой структурой не работать. То есть, искать уже новых людей, если хочется тебе расширяться. Ну, вот сколько у вас сейчас реально, вот вы путешествуете, сколько у вас групп? У меня 4 группы в первом уровне, и там порядка 15-20 детских групп в глубину, потом кто-то открывается, кто-то закрывается. Ну, то есть, это некая подушка безопасности. Ну, вот как раз ситуация, вы, если посмотрите мое основное видео, вы понимаете, что я являюсь адвокатом трех сильных ветвей или групп, ну, вот у Кости с Катей 4 группы, и это уже позволяет им путешествовать по миру достаточно свобода. Третья дверь – это дверь управляемости бизнеса. Разные бизнесы по-разному управляемы. Некоторые в режиме ручного управления, а некоторые полностью автоматизированы, когда вы заходите в личный кабинет и все увидите, и можете сделать все переводы, перевод денег в банк, заказы, доставка на дом, прочее, прочее, прочее. Вот в какой ситуации вы находитесь, насколько автоматизирован ваш бизнес? Ну, последние, наверное, лет пять у нас в компании очень активно стала делать все, что возможно в этом направлении, и мне это очень радует, потому что раньше, когда я начинал работать через интернет, очень многих инструментов не было. Сейчас практически все, что необходимо, уже есть. Сейчас можно оплачивать заказы карточкой на сайте, можно делать заказы онлайн, это уже давно для нас нормальный процесс. Можно рекрутировать онлайн, причем в любой стране мира, где есть представительство компании. Проводить конференции обучающей классы. Да, сейчас у нас даже компания стала уже проводить сама эти мероприятия онлайн, хотя раньше, еще почти недавно это было только на уровне лидерства, а теперь это уже и сама компания проводит. Любую тему. Да, и транслируются наши конференции международные онлайн, и в общем, все инструменты, которые нужны, они есть, конечно, это очень помогает. То есть фактически ни один рычаг не заставляет вас периодически возвращаться в Россию и что-то делать в физической реальности. Ну, кроме, наверное, юридических процессов в нашей стране, потому что нужно платить налоги, хотя тоже можно делать через интернет сейчас. Да. Ну и, наконец, четвертый вопрос, четвертый аспект, четвертая дверь – это отношение самой компании. Хотя, на самом деле, мы так говорим, отношение компании, но мы понимаем, что за этим отношением стоит отношение конкретных людей, владельцев бизнеса, которые транслируются через корпоративную культуру. Вот, как бы вы могли охарактеризовать, насколько в вашей компании поощряется или, наоборот, не очень приветствуется, когда лидеры, там, вполне здравствующие и активные, ну, слегка отходят от бизнеса и начинают путешествовать по всяким экзотическим местам. Ну, вообще, компания у нас большая, да, и 45 лет уже довольно, она такая, она не, не могу сказать, что она такая недемократичная, да, но структура довольно серьезная. И, естественно, владельцев желание получать прибыль, как у любого владельца бизнеса. Но, конечно, всем хочется, чтобы лидеры росли, чтобы компания развивалась. И в нашем случае, конечно, с одной стороны, компания хотелось бы, чтобы мы работали, да, в своей стране и активно продолжали развивать бизнес. А с другой стороны, когда мы были на Бали, как раз два года назад, меня удивило то, что мне позвонили с компанией, и руководство нашло на Бали фотографа, нашло переводчика, который перевел интервью со мной, там, на английский язык. И, как пример, лидера компании, который путешествует, который воплощает свои мечты. И это было в американском журнале довольно большим тиражом. То есть, это, в общем-то, к этому отношение хорошее. Ну, вот это очень важно. И, действительно, с одной стороны, если смотреть узко, то кажется, что имеет смысл заставлять лидеров постоянно что-то делать. Но если смотреть стратегически на длинные дистанции, то, конечно, вот такие примеры, они вдохновляют огромное количество людей. Я знаю, что много людей читают ваши блоги и следят за вами, и хотели бы повторить ваш успех. И, в общем-то, для этого я затеял эту серию интервью, и я буду ее продолжать, потому что я считаю, что остаточный доход в нашем бизнесе не просто возможен, но и необходим. И мы станем более привлекательной индустрией, когда сможем социуму показать этот остаточный доход. Ну и поэтому последний вопрос. Мы поговорили о том, через какие сложности вы прошли. Что вы в результате получили? Вот как вы можете охарактеризовать в нескольких фразах, что вы получили, пройдя этот путь? Ну, наверное, тот образ жизни, который очень гармоничен. То есть гармоничен внешне и внутренне. Ну, то есть у меня, например, появилось спокойствие, потому что раньше, когда мне, например, что-то не хватало, например, более долгого общения с мужем, постоянно потому что отношений, мне не хватало, например, больше занятия своим внутренним состоянием, потому что, ну, в основном занимаешься лидером ихними какими-то качествами, ихними проблемами, а своим внутренним прислушиваться, да. И поэтому у меня появилось время, то есть здесь нету таких вот домашних забот, да. Ты же понимаешь, что здесь кафе удобнее, да, там дом не надо прибирать. Ну, то есть вот такие вот вещи, да, они отошли и заменились тем, что мне ценно. Мне очень ценно было работать с собой и много времени проводить вот с Константином. Поэтому я это приобрела, и для меня это вот прям вот в важной жизни проявилось. Ну, то, что я сейчас с стороны вижу, у тебя очень активно начало проявляться творчество. Да, я тоже это вижу. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить Константина и Катю за замечательное интервью. Они раскрыли, ну, может быть, не столько внешние, сколько внутренние аспекты, секреты этого пути. Хочу пожелать всем вам пройти по такому же или аналогичному пути. Присылайте свои комментарии, присылайте свои истории, и мы обязательно продолжим. А присылайте, может быть, у вас есть кандидаты, чтобы попасть в эту серию интервью. Спасибо вам большое, и до встречи в эфире. До свидания. Всем до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова